здравствуйте мои дорогие и так сегодня хотел бы рассказать сравнить как бы две группы людей те которые более качественно питаются те которые едят все в подряд и разница между качеством их жизни некоторые люди привыкли есть все что нравится как бы да то есть не напрягаются там просыпаются пиво чипсы вот сосиска например там какие-то консервы ну то есть между делом то перекусывают то есть пища для них вообще в жизни ничего не означает для них интересно кино там работа там друзья общение там поездки куда-то то есть пища для них второстепенно если эти люди постоянно так будут есть то зачастую естественно них будут возникать определенные проблемы приобретенного характера со здоровьем много он если есть будет вес набирать если он мало есть такие люди будут дольше могут сохранить здоровье и проблем у них будет меньше ну там съел там пару чипсов выпил пиво на вечером пришел там съел макарон ну и все например зелень и фруктов и овощей вообще никогда не видит дорогие люди могут прожить определенное количество лет могут даже долго жить такие люди и все будет зависеть от того насколько они будут питаться долго этой химической пищей что с ними будет происходить другая группа людей которая более качественно питается но все равно они могут болеть по разным причинам есть люди как вы знаете да не пьют не курят качественно питается бац умер да то есть мистика какая-то да естественно мы сегодня в мистику углубляться не будем причин искать не будем может быть где-то поверхностно какие-то причина до чтобы понятно было но всегда ориентируйтесь по состоянию ваших зубов волос кожи как вы выглядите да то есть если мы смотрим на себя в зеркало и у нас излишний вес например есть да естественно нужно подумать надо что-то менять питание чем дольше мы не обращаем внимание там а зимой например многие мужчины вообще в зеркало не смотрятся да там особо сильно потом мы набираем вес приходит лето начинаем себя смотри живот большой там бока выросли естественно гораздо сложнее потом избавляться с самого начала когда вы видите что вы начинаете набирать старайтесь максимально что-то изменить своей жизни более качественную пищу добавить и убрать из рационное питание всякие там специи соления сладости химии поменьше как бы да можно в принципе рационе все то же самое оставить вот питаться монотропно более раздельно скажем тогда более частое количество раз в день если же допустим люди которые не соблюдают вообще не собираются соблюдать ничего они должны понимать что рано или поздно организм засориться токсинами забьется шлаками ну грубо говоря мусором забьется как я говорю потому что многие люди они эти термины не разделяют неважно как это называть организм засоряется и естественно не может полноценно функционировать если человек питается качественно довольно таки и у человека могут возникать какие-то проблемы эти проблемы могут быть записаны уже на генетическом уровне которая папа от мамы передаются и в определенный механизм эти триггеры срабатывают человека начинается проблема с печенью там проблемы живущих кишечным трактом начинает волосы по многие знают мужчина до волосы 1 вас в 19 лет лысый там там 20 лет 30 лет лысый у других мужчин то есть они живут такой же жизнью таким же шампунем моются да то есть в том же городе живут там в том же подъезде да и у них этого нет многие замечали как не питайся все равно не помогает немножко может быть оттянуть можно будет если больше растительной пищи некоторые люди едят все вподряд и все равно худые есть тем не более быстро обмен веществ например да у них мыслительная деятельность другая люди есть такие более спокойные скажем да там более спокойные как такие танки такие да ничего их пробить и их не броню никто не может хамитом не хамит кто-то то есть они равновешенные люди больше сохраняют энергии и таким образом они могут набирать лишний вес то есть у них избыток энергии там зал не ходят еще что-то а люди вот эти вот которые все сгорают как мы говорим до едят все вподряд они очень суетливые нервничают постоянно много движений лишних делать они очень эмоциональные да то есть вот начал вот вот это все использует энергию то человек теряет энергию теряет естественно массу тела и он может гораздо больше съесть люди вот эти спокойны да он может два раза в день поесть спокойно медленно там большое количество пищи а эти люди которые более скажем так подвижные активные да они могут постоянно есть есть там бегать прыгать и все у них перерабатывается естественно каждого человека нужно рассматривать индивидуально поэтому такие нюансы да они могут существовать нашей жизни и когда мы начинаем сравнивать себя с кем-то почему вот моя соседка худая почему я такая полная да опять же генетический фактор может быть вода пища количество пищи об этом я уже много раз своих лекциях говорил и вот эти две группы людей люди которые пола не могут еще контрацептивы принимать допустим да там какие-то таблетки антибиотики там препараты другие фармацевтические гормональные при это все делать более тучным человек люди которые экспериментируют постоянно с диетами тоже может увеличиваться вес а люди вот эти вот которые ничего не экспериментируют ничего не пробуют и вроде бы столько же едят организм просто работает по определенной схеме у каждого человека эта схема чуть может отличаться недаром же в организме да если вы заметили разное количество мышц может быть чуть отличаться кого-то толще мышц у кого-то более худые мышцы кто-то выше кто-то ниже а кожа у кого-то толще у кого-то кость толстая у кого-то более узкая кость естественно и обмены и обменные процессы могут по-разному протекать в разном климате мы живем все вот это она очень влияет на человека и мы должны об этом знать пребывание на воздухе до либо сидячего жизнь и когда мы сравнивали эти две группы людей и нам кажется что вот я хорошо питаюсь там почему-то мне не получается там лень допустим да сами качественно не можем что-то приготовить а те люди вроде на лету где-то там макдональдсе могут прикусить еще где-то там и все у них в порядке то есть никаких проблем нет то есть поэтому вот такие нюансы да мы тоже должны учитывать должны знать о них мы будем больше больше разговаривать своих видео последующих чтобы у нас обмен скажем так и понятие питания культуры питания да но поднималась увеличивалась чтобы мы понимали что есть только мясная пища но есть растительная пища и причем много можно заменить мясной пищи именно растительные вы даже не будете понимать вообще не будете отличать есть такие же сырои вегетарианские суши которые практически невозможно отличить то есть настолько классно сделала да там другие какие-то вещи супы например там да с грибами там какие-то соусы с орехов которые сделаны майонеза из них делают то есть много чего можно сделать поменяв культуру питания понимания все это приходит со временем понимаете сначала мы заморачиваемся куда пойти что сделать да конечно сложно и постепенно мы привыкаем и все становится на свои места автоматом как бы да вы знаете что это вот в этом магазине качественно продается мясо там здесь это молочные изделия вы идете к сожалению во многих больших городах рынке закрываются как бы да все в магазины переводят магазинах нет такого товара за определенных страны везут и как правило везут с дальнего зарубежья там кем его вот это вот все и так далее поэтому надо быть очень очень аккуратно итак заканчивая это видео всего самого доброго видимся на ухудас до свидания